Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание к Коринфянам, мой перевод, я Андрей Десницкий, и мы читаем четвертую главу для библейского портала экзегет. Вот как должен всякий человек воспринимать нас. Мы служители Христа, которым доверено управление в том, что касается таинств Божьих. О чем идет речь? Павел говорил в предшествующих главах о разных проповедниках, о разных лидерах христианской общины в Коринфе. Аполлос, который вместе с ним трудился, но параллельно, то есть они не были такими прямо уж друзьями и соработниками. Петр, который упомянут по имени своему арамейскому Кифой, и который тоже для кого-то был авторитетом, сам Павел. Вот кто они все такие? Кто эти руководители? Мы служители, которым доверено управление в том, что касается таинств Божьих. О таинствах он уже немножко говорил, что вот некий тайный замысел, который дан ради прославления всех людей, ради их соединения с Богом, и они, собственно говоря, управители, которые вот этим так или иначе распоряжаются. Что же еще требуется от такого управителя, как неверность? То есть единственное качество быть верным служителем. Меньше всего для меня значит, как судите обо мне, вы или вообще люди, да и сам я о себе не сужу. То есть какая разница, что обо мне думают. Ничего дурного за собой не знаю, ну и праведником себя не называю, судит обо мне Господь. Вот, мне кажется, такая идеальная формулировка для христианина. Если дурного за собой не знаешь, но не торопишься себя называть праведником, и отдаешься на суд Бога. Да и вы ни о ком не судите прежде времени, пока не придет Господь. Он осветит сокрытое восьми и обнажит намерение сердец, и каждый тогда получит от Бога свою похвалу. Вот бесконечные споры, кто прав, кто неправ, кто первый, кто последний. Да какая разница? Совесть меня не обличает, а Господь назовет свое время. Все это, братья, я говорил ради вашей пользы, применительно к себе самому и Аполлосу. Очевидно, все-таки вот между этими двумя партиями Павловых и Аполлосовых была какая-то серьезная вражда. У нас все время есть вражда. Ты за кого? За тех или за этих? Ты кому подчиняешься, кому прислушиваешься, в какой храм ходишь и так далее? А это вот не те, а вот есть что-то там вот не такое, да? А вот мы с ними не общаемся ради вашей пользы, применительно к себе, к самому и Аполлосу. Павел не пытается оправдаться, не пытается сказать, ну, этот Аполлос, он там немножко иначе что-то, а вот мы-то правильно, да? Он говорит вообще никакой разницы. Вы все христовые, если вы христиане, конечно. Так на нашем примере вы поймете значение слов. Не рассуждать сверх того, что написано, и не станете одного превозносить за счет другого. Что значит не рассуждать сверх того, что написано? Ведь есть священное писание, где изложены самые основные вещи. После этого мы начинаем спорить о толкованиях, о всяких мелочах, об обрядовых различиях, в конце концов о характерах. Там один строгий, другой полиберальней, да? Один там какой-то радостный, другой там подепрессивней, да? И вот это все перемалывается каждый раз, как более правильно, да как угодно. Вот есть то, что написано, да? Там, скажем, что Христос наш Господь, что он был распят ради нашего спасения. А вот придумывать, кто там как, на кого посмотрел, это все просто не нужно. Это все просто лишнее. Кстати, неизвестно, где это написано. Какой-то источник, который до нас не дошел. Вот ведь не все до нас дошло, к сожалению, из того, что было мудрого и правильного. Не рассуждать сверх того, что написано. И не станете одного превозносить за счет другого. Чем же ты таким выделяешься? Что есть у тебя, чего бы ты не получил свыше. А раз получил, к чему хвалиться этим как собственным. Да, ну вот я пошел в магазин рубашку купил. Могу сказать, какая хорошая рубашка у меня. А в духовной жизни-то что у меня есть такого, что я купил на свои заработанные деньги? Чего я не получил бы от Бога. Рубашка хвалится тоже как-то неприлично. Всего у вас уже в изобилии. Вы уже так богаты, что вы и без нас воцарились. Здесь, конечно, пошла ирония. Обратите внимание в первый главе этого послания. Первого Коринфянам Павел уже говорит, у вас всего в изобилии. У вас все хорошо. У вас все замечательно. И здесь он к этому возвращается как бы иронично. Он говорит, вообще он основатель этой церкви. Он тот, кто пришел туда с проповедью о Христе. У него есть, наверное, неограниченные полномочия в отношении этой общины. Это не просто кто-то там приехал, какой-то знаменитый проповедник, руководитель, духовник. Я не знаю, кто еще. А это вот как отец в своем семействе. Он их, в общем-то, породил. Эту церковь создал. И он говорит, ой, вы без нас уже воцарились. У вас все есть, все замечательно. Вот то, с чего он начал, вдруг обращается в довольно едкую иронию. Павел, хотя очень их хвалит. Хотя вообще в каждом своем послании он обязательно сначала хвалит. Он не избегает конфликтов. Там, где эти конфликты конструктивны. Там, где нужно что-то обличить. Там, где нужно действительно им сказать что-то достаточно серьезное. О, если бы вы и вправду воцарились, чтобы и нам царствовать с вами заодно. То есть, ну, воцариться. Когда-то должен Христос. И христиане ожидают этого момента, чтобы с ним разделить это царствование. А тут вы уже прямо сейчас. У вас все есть. О, если бы это была правда. Мы бы тогда к вам присоединились. На последнем месте себя ставят. Полагаю, что нас, апостолов, Бог поставил последними. И ждет нас смерть, как зрелище для всего мира. И для ангелов, и для людей. Вот он и не просто себя риторически ставит на последнее место. Он говорит, Бог нас поставил последними. И здесь есть какой-то образ, когда вот римские полководцы проходили в триумфе, то, понятно, там сначала полководец, его войска, там отличившиеся воины. А в конце ведут пленников. Этих пленников часто ведут прямо на казнь. Каких-то вражеских вождей, каких-то вот особых воинов врага. И вот мы и проходим в этой триумфальной процессе последними. Мы апостолы. То есть те, кто, может быть, на первом месте должен был бы быть. Но вот Бог нас поставил на это место. И ждет нас смерть, как зрелище для всего мира. Я напомню, что в этих римских триумфах, и вообще в Риме было такое, часто убивали приговоренных к смерти публично, там во всяких цирках, чтобы вот народ посмотрел, поразвлекся. И вот и нас такая смерть ждет. Причем и для ангелов, и для людей. Это не то, что даже мы так плохо себя ощущаем, но даже перед ангелами это так. И дальше он продолжает. Мы безумны ради Христа, а вы мудрые во Христе. Мы немощные, а вы сильные. Вы в почете, а мы бесчестие. И по всю пору мы терпим голод и жажду, наготу и побои. Мы скитаемся и собственноручно занимаемся тяжким трудом. Павел это все время подчеркивает, что он сам работал, что он зарабатывал себе на жизнь, он палатки шил. Нас бронят, а мы благословляем. Преследуют, а мы терпим. Бесчестиют, а мы отвечаем приветливо. Мы сделали словно отбросами этого мира, всеми отвергнуты и до сей поры. То есть у вас все хорошо, вы позволяете себе делиться на партии, значит, вы всем изобильны, у вас все прекрасно. А мы в положении, мы апостолы, те, кто собственно привели к вас к вере, мы в очень дурном положении, у нас все плохо. И это не просто упрек, вот знаете, вы там поделитесь, или там хотя бы провести уважение к нашим тяжелым обстоятельствам. Но он говорит, мы в принципе вот на этом последнем месте. Это так Господь судил. И вообще что такое вот весть о кресте? Он начинает свое послание с того, что проповедует Христа распятого. Не Христа царя, не Христа, который придет во славе, не Христа, который творит чудеса, а распятого. Это человек, который висит на кресте, занял последнее место. Вот нет на земле такого там нищего, больного, убогого, который бы позавидовал ему, да? Потому что он умирает, и умирает страшно, позорно, мучительно. И вот Христос занимает последнее место в этой процессе. А апостолы самые близкие ко Христу. Предпоследние. А апостолы, вот те, чем ближе ко Христу, тем ниже ты в этой иерархии. А чем ты выше оказываешься, чем, так сказать, духоноснее, чем обильнее, чем мудрее, славнее, тем ты от него дальше. Дальше от этого Христа распятого. Вот Павел дает эту удивительно перевернутую иерархию. Но это перевернутая иерархия, и есть иерархия христианского мира. Но так он уж их просто вот совсем обвинил. Тут же он смягчает, он не хочет ругаться, он не хочет какой-то депрессии на них нагонять. Он просто очень серьезно их предупреждает о некоторых базовых вещах. Пишет не к тому, чтобы вас пристыдить, а для вашего вразумления, любимые мои дети. Дети тоже ругают. Любимых детей ругают, не только говорят им ласковые слова. Может быть, у вас и тысячи наставников во Христе, но немного у вас отцов. А я проповедую, Евангелие родил вас во Христе Иисусе. То есть, основал вашу церковь, сделал вас христианами. Как христиан, я вас родил, говорит Павел. И, может быть, это звучит нескромно, но его это абсолютно не смущает, потому что это правда. И потому призываю вас мне подражать. Ну, вообще, детям свойственно подражать своим родителям. Да, нет, родители учатся всему. Для того я отправил к вам Тимофея, но, по-видимому, того самого, которому потом два послания он напишет, достаточно молодой, но близкий к нему такой тоже христианский проповедник и духовный лидер. Тимофея, моего возлюбленного сына, еще раз он говорит об отцовстве и сыновстве. Кстати, вот откуда эта традиция называть духовников отцами. Тимофея, моего возлюбленного сына, верного Господу, чтобы он поведал, как я следую за Христом и Иисусом, о чем я наставляю повсюду, каждую из церквей. Я никак не доберусь до вас. Вот некоторые у вас и возгорделись, да, то есть позволили себе. Но я скоро к вам приду, если будет угодно Господу, и проверю, чего стоят не слова этих гордецов, а их силы. Каково на самом деле все. Ведь не в слове Царствия Божия, но в силе. Вот насколько эта их позиция позволяет им что-то делать, что-то менять. Вот мы все можем говорить много слов. Помните, в Евангелии есть история, как Христос говорит, что легче сказать человеку, прощаются тебе грехи твои или встань и ходи. Прощаются грехи, проверить невозможно. А встань и ходи, вот сейчас он встанет и пойдет, либо не встанет и не пойдет, и будет ясно, что сила была в этих словах, или это просто болтовня. И он говорит, прощаются тебе грехи, но одновременно говорит, встань и ходи, и тот идет. Соответственно, вот сила в словах, сила в какой-то духовной жизни. Когда мы считаем, что идет какая-то интенсивная духовная жизнь, что что-то происходит. Простой способ проверить, а сила в этом есть, что-то меняется зримо, видимо, реально. Так вот, проверю. Ведь не в слове царства Божия, но в силе. А вы как хотите, чтобы я пришел к вам с розгой или с любовью в крутости духа? Опять-таки образ отца, который наказывает своих детей, и, соответственно, вот от них зависит выбор. То есть не он навязывает им строгость или какую-то ласку, а скорее их поведение определяет, как он к ним придет. Вот эта четвертая глава второго послания Коринфяна, мне кажется, очень хорошо показывает суть такого духовного отцовства, суть духовничества, суть наставничества, да? Которая выражается не в том, что старший берет на себя вообще все за младшего, да, и полностью им руководит, но направляет и может быть очень разным в зависимости от потребности этой общины или каждого конкретного человека. Ну, а дальше продолжим. Продолжение следует...